МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чужой. Мне 45 лет. И да, у меня обострённое чувство справедливости. В 90-е мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня я хочу показать вам наглядно один нехитрый развод, на который попадается огромное количество людей при устройстве на работу. На сайте бесплатных объявлений я дал информацию, что мне нужны промоутеры для раздачи бесплатных объявлений. И ценник я поставил нехилый. 300 рублей в час. Это дороже рынка в несколько раз. Люди начинают думать о том, что за смену заработают около 3 тысяч, а в месяц может поднять до 70 штук. Немедленно на это объявление стали реагировать люди. И поступило множество звонков, некоторые из которых я решил отработать. Встречу потенциальным претендентам я назначил около метро. Человеком, который будет проводить собеседование по совместительству разводящим, будет мой приятель Антон. Он заряжен камерой и ждет первых соискателей на эту должность. Алло, Дмитрий. Ну, где вы? Я стою, жду возле входа в метро. Да, прямо на выходе. Вот-вот-вот, прямо-прямо идите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон. Дмитрий. Ну что, смотрите, здесь у нас как раз-таки и будет точка раздачи. Опыт у вас, я так понимаю, есть уже, да? Да, опыт есть, на самом деле, небольшой. Пару месяцев буквально работал тоже в компании, тоже листовками занимались. Хороший парень, только сильно расслабленный. Идеальная жертва для развода. В общем, у нас инцидент один произошел с парнем, тоже промоутером. Взяли его на работу, а он оказался эпилептиком. Стоял, раздавал листовки, у него приступ случился. Его, в общем, какие-то уроды взяли на камеру, сняли и выложили в интернет. Естественно, контору накрыло сразу ряд проверок. Поэтому сейчас у нас условие такое, что мы должны быть уверены, что вы полностью здоровы. То есть идете в поликлинику. Нет, но я доверяю. Антон прям вжился брой. Профессионально вешает лапшу на уши. То есть идете в поликлинику сейчас, проходите полностью мед. Досмотр, вам выдают справку о том, что вы здоровы. И приходите к нам, сразу начинаете работать. Ну, как бы это неделя-две точно получится. У меня просто несколько времени сейчас. Может, как-нибудь, не знаю, там. На самом деле, я тоже, мне не очень нравятся эти условия. Мне тоже нужен работник здесь и сейчас, грубо говоря. В общем, есть у меня один знакомый врач. Он может помочь вам ее сделать. Ну, соответственно, я вам сейчас смс-очкой скину номер. Номер. О, а парень-то этот поплыл. Похоже, он поверил всем этим бредням. Валерий Петрович, подойдете, скажете, что от Антона, он вас встретит и все сделает, как надо. У вас паспорт с собой есть? Да, есть. Дайте сразу тогда сфотографирую, чтобы я мог уже начать оформление договора. Готовил уже и... Да, 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 да. Давайте, я сфотографирую сейчас. Взял и дал первому встречному скопировать свой паспорт. Да мало ли что мы повесим на этот паспорт. Вот именно так и действуют мошенники. Они находят какие-то ключики общения с вами, что вы начинаете верить каждому его слову. Да. Все, держите паспорт. Как только все сделаете, сразу же набирайте мне и приступим к работе. Хорошо? Я сразу же наберу. Все хорошо. Ага, до свидания. Смотрите, только тут заблудиться. Ну надо же. Желание заработать пересилило его какую-то житейскую осторожность. Да, 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 все, я жду, на связи. Все, все, хорошо. До свидания. Осталось подъехать к доктору и посмотреть, как он завершит эту схему и возьмет с него денег. Алло, Татьяна? Кто-то отзвонился. Видимо, второй соискатель. Здравствуйте, девушка. Татьяна, наверное, да? Да, да, да. Антон, да. Здравствуйте, очень приятно. Татьяна, смотрите, ну что, здесь будет располагаться одна из наших точек, как раз-таки по раздаче листовок. Опыт, я так понимаю, у вас есть, да, уже работа? Да, опыт есть. Мне вот интересно, когда можно приступить уже. Да, приступить можно, в принципе, в ближайшее время. Единственное, есть один нюансик. Нужно будет справочку нам предоставить. Медицинскую справку о здоровье. В смысле, медицинскую справку? Ну, о том, что вы полностью здоровы и можете работать у нас. Это условия нашей компании. Нет, какая-то ерунда. Ну, как ерунда. Зачем? Для раздачи листовок нужна какая-то справка. Да у нас ЧП произошло. Парень, в общем, листовки раздавал. Девушка настороженная. Это неплохо. Видимо, подозревалка у нее на уровне. Задает очень правильные вопросы. Молтров, иметь медицинское свидетельство. Не-не-не, извините, я, наверное, это не соглашусь. Татьяна, ну, у нас такие условия работы, мы же вам работу предлагаем. Знаете, какой-то предусущественник. Технично отказалась, просто съехала с темы. Видимо, однажды уже попадала в такие ситуации, где ее пытались развести на деньги. Теперь ее не проведешь. Не, я, наверное, не соглашусь, извините. Ну, смотрите. Просто молодец. Вот так и нужно. Пусть она потеряла немного своего времени на дорогу, но, по крайней мере, она осталась при деньгах. А вот и Антон. Да, Антош. Влад, слушай, ну, он третья смс-ку прислал, что не приедет. Слушай, ну, мало ли почувствовал что-нибудь. Спасибо тебе большое, что помогаешь мне. Зайди в автобус, тебя камеру снимут. Хорошо. Ну, давай. Все, спасибо. Счастливо. Пока. А нам остается только поехать и проследить за этим Димой. Сразу скажу, доктор у нас заряженный. Это наш человек. Дмитрий. Дмитрий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, мне звонил. Вот справочка. 23 тысячи рублей. А не предупреждал он меня. Просто смотрите, если сами будете проходить все анализы, сдавать и по врачам, то это недель-две займет. Ну, как же ты не знал о том, что у нас услуга платная? Ну, кто б тебе еще об этом сказал? Тебя доведут до последней точки, когда хода назад уже нет. Именно в этот момент тебе легче будет отдать денег. Ты ж такой квест прошел. Ну, просто мне работать, правда, нужно. А может быть, не знаю, у меня просто сейчас с собой столько нету даже. У меня, может, пятьдесят две, две с половинника. Давайте две с половиной, а пятьсотый бы донесете, хорошо? Ну, давайте так сделаем тогда. Вот такая вот нехитрая связочка из двух человек приносит вот такие вот результаты. А еще две прям было. Чтобы потом меньше отдавать, чтобы наносить. Ну, как вам удобно. Не люблю, просто должен. Поэтому вот две шестьсот тогда. Наш доктор очень вежливый и вкрадчивый, очень убедительный. Смотрим, смотрим, и деньги переходят из кармана нашего Димы в карман нашего доктора. Пойдем спасем парнишку. Валера, приветствую. Спасибо. Отлично сатистировал. Я не понял. Валер, давай вернем деньги. Стоп, а в чем... Дима, как же ты так? А что я нет? Отдал деньги ни за что. Бумажка эта, фуфел чистой воды. Тебя ничего не смутило по поводу того, что стоимость работы промоутера 300 рублей в час? Ну, вообще смутило, как бы ребята тоже говорили, но... Огромное количество мошенников кружится по Москве. Вот такая вот нехитрая пара разводит людей. Ты паспорт свой зачем отдал, чтобы его пересняли? Да мало ли что на него накинут. Кредит или какой-нибудь, не знаю, что-нибудь оформят на него. Дима, ну ты чего? Не знаю, как я так просто... Ну, все убедительно звучало, то, что и работа, и вот здесь. А ты как думаешь? Мошенники работают точно так же. Убедительно, с хорошо подвешенным языком. И вытаскивают у вас деньги, у нормальных пацанов и девчонок. Ой, ладно, не расстраивайся. Мошенники единственное, что так не встретят тебя с камерами, и деньги тебе не отдадут. Валер, спасибо тебе, что помог. Зайди в автобус. Успехов. Да, с тебя камеру сниму. А вы, собственно, кто? Дим, меня зовут Влад Чижов. Я веду программу «Решал» на телеканале ЧИА. Давай, дружище, будь, пожалуйста, осторожней. Хорошо. Все, счастливо. Спасибо вам. Поехали. На такой дебильный развод каждый день у нас в стране попадаются сотни человек. Сотни в разных городах страны. Давайте теперь без эмоций разберем, что в этой ситуации не так. Ну, во-первых, когда вы ищете работу, значит, вы переживаете не лучшие свои времена. Вам нужны деньги. Именно в этот момент вы уязвимы, а этим пользуются мошенники. Вы начинаете совершать ошибки. Желание заработать отключает вам мозги и притупляет ваше чувство бдительности. Короче, при устройстве на работу, если вас что-то смущает, если вы видите, что неадекватна высокая стоимость зарплаты, если вы увидите, что какие-то странные условия работы, не стесняйтесь, все проверяйте. Читайте форумы, читайте отзывы. И если вы в чем-то все еще сомневаетесь, просто откажитесь. Иначе вы потеряете время только уже за ваши деньги. В общем, как-то так. Бесплатный сыр только в мышеловке. Со мной связался один мужик, представился Артемом. Сказал, что некие мошенники обезжирили его на достаточно приличную сумму денег. И не просто лишили его денег, а украли у него мечту. Короче, я договорился с ним о встрече для того, чтобы тихо, спокойно, без эмоций обсудить, что произошло. При этом Артем утверждает, что схема, по которой его отработали, какая-то суперновая. И типа я с ней никогда не сталкивался. Ну вот уж интересно будет посмотреть. Какое странное место для встречи. А это вот сейчас он не наш Артем. Привет, ты Артем? Привет, да. А что такое место-то странное для встречи? Ну, здесь потому что должен был стоять машиномонтаж, а его нет. За последние 700 тысяч, которые у меня были в семье, я купил себе огромное ничего. А у меня, между прочим, двое детей и Влад. Артем, послушай, ну это может быть чистая уголовка. Надо написать заявление в полицию, взять документы и все спокойненько написать. Причем здесь там мошенничество, причем здесь я? Я тебя понимаю, я тоже хотел так сделать. Но суть в том, что документов нету, они на переоформление их забирали. И я когда позвонил им, никого нету, телефонов нет, ни владельца нету, никого нет, ни продавца, никого нету вообще. То есть они что, вообще съехали со связи, что ли? Вообще отовсюду уехали. И документов нет. Давай так, точный адрес мне скажи вот этого места. Это улица Поддобного дома. Сейчас я... Для точности надо сделать метку геолокации. Так, ну не месяц май, давай-ка сядем в кафешке и более подробно расскажешь. Садись. Есть смысл. Артем, ты сейчас такой на нервике весь. Ты успокойся и давай как-то без эмоций спокойненько, во-первых, расскажи, как ты в эту историю вообще влип. Начнем сначала тогда. Погоди, я кофе закажу. А, давай. Будьте добры, два американца. В общем, я в этом бизнесе 15 лет мастером отработал в автомастерской. Ну и, собственно, бизнес этот, понимаю, очень неплох. Все время хотел свое открыть дело, но то одно, то второе. Боялся немножко. Денег не хватало, собственно говоря. А тут полгода назад моя контора закрывается, где я работал. Ну, думаю, все, время пришло. Пора, в общем-то, сигнал. Ну, нашел в сети контору. Аукцион называется. Ну, смотрю, читаю про них. Какие-то они там аукционы проводят, закрытые для своих. Тихо, тихо, Артем. Что значит закрытые аукционы для своих? На то, на аукцион, чтобы людей побольше пригласить. Ну, там как-то свои, не для всех, грубо говоря. Подешевле, поэтому. А нашел-то у них сайт какой-то есть, да? Я нашел сначала Юрия какого-то, менеджера. Созвонился с ним. Спасибо. Созвонился с ним. Ну, начал спрашивать, что такое. Он мне говорит, вот сайт у нас есть. Я зашел, реально, сайт есть. В офис все, телефоны. Ну, вот договорился с ним, приехал в офис. Зашел, там, логотип, люди работают. Кстати, ручку мне он подогнали. Ну, ручка делал нехитрое. Это он в любой сувенирной лавке купить можно. В общем-то, с учетом, посмотрел документы у них все. Все вроде нормально. Ну, пообщались с ним, пообщались. Говорю, найдите мне там вариантики какие-то. Нашли вариант они мне. Место хорошее. Мне понравилось изначально. Контейнер так себе, на самом деле, не особый был. Но зато там все есть. То есть, в принципе, он уже рабочий, шиномонтаж. Там даже хозяин был, Александр его зовут. Я, значит, документы у него спросил сразу. Он мне показал, все документы есть. На землю. На землю. Все документы все есть. Все в порядке. Там, кстати, мужик сразу подъехал, пока мы общались. Он говорит, как мне там колесико, говорит, надо подкачать. А этот не шарит нифига, Александр. Ну, я взял, как раз, думаю, проверил. Раз, быстренько все починил ему, накачал. 200 рублей, кстати, с него взял еще. Все работает. Ну, думаю, вообще прям шоколад. Все, говорю, давайте, я готов. Надо было 700 тысяч за этот их аукцион. И 50 тысяч агентству. Я 50 штук отдал. У меня, кстати, квитанции где-то есть. Таких квитанций напечатать можно в десяток. А ты какой-то договор с ними оформлял? Договор, да, прям там же. Вот договор. Дай-ка я гляну. Сон, оказание информационных услуг. Так, скажи-ка мне, пожалуйста, вот ты в офис ездил. Адрес совпадает с реквизитами? Да. Дай-ка я щелкну. Понимаешь, да? Они тебе информационные услуги-то, в общем-то, оказали. А 700 тысяч документ взял какой-то? Документов мне сказали отдадут после аукциона. То есть ты отдал 700 штук, ни документов, ничего, ни приходника ты не оформлял. По-другому сказали, не работают, потому что им надо взять за локоть и 700 тысяч. Если я им деньги не отдаю, то я могу, по их мнению, могу свалить, и им придется свои бабки вкладывать. И их еще занесут в черный список куда-то, и там типа они работать не смогут. Ага, застращали они тебя, короче. А ты все это как наживку проглотил. Давай дальше. Ну, где-то в четверг они мне, короче, звонят. Говорят, аукцион прошел, все шоколадно, говорит. Все, говорит, через два дня, говорит, рабочих мы тебе позвоним, приедешь, документы и вперед работать. Ну, я в понедельник, думаю, наберу, что там как, набираю, нету, никто не отвечает, нету телефона этого. Я что-то так понервничал, думаю, поеду, посмотрю, что с этим, с контейнером. Нет, от дома-то недалеко. Приезжаю, нету контейнера. Я вообще на панике. Я, короче, беру сразу, еду в офис, офис закрыт, логотипа нет, никого нет, все закрыто. Я по всем телефонам Александру и Юрию этим в офис, никого нету, все телефоны отключены. Я там через чувака пробил этого Александра, короче, левый телефон оказался. Все, в итоге я, нету ничего. Ни документов, ни денег, ни контейнеров, ничего нет. А что с сайтом? Кстати, да, я начал искать по интернету, думаю, что, нашел, это реальный такой есть, такая контора есть. Только у них сайт этот клоном оказался. И я им звонил уже туда, в реальный уже, говорю, у вас вот такая контора, почему, где она? Они говорят, нет такой конторы, вообще не работает. Понятно. То есть ты такой умный стал задним числом, да? А самое главное, ты живешь где? В Москве, где ты видел землю за 700 тысяч, да еще и с контейнером. Ну, помоги, Влад, а. Некуда пойти больше, понимаешь, в полицию не с чем. Артем, решать начну вопрос, но иллюзии не строй, потому что, если они перекрылись, все, найти их нельзя, концов нет никаких, но не по ручке же я их искать-то буду. За кофе, наверное, не плати, я тебя угощаю. Вот. А будут у меня новости, я тебе позвоню. Все, давай, не паникуй, успокойся. Есть одна проблема, когда люди теряют деньги, они впадают в ступор. Давай, живи, в ступор не впадай. И не отчаивайся. Спасибо. Начать надо с того, чтобы понять, кому на самом деле сейчас принадлежит земля, где мы сейчас были, где должен стоять этот контейнер с шиномонтажом. Ну и офис. В любом случае, как-то они арендовали, как-то на кого-то оформляли договор аренды, значит, какие-то следы должны остаться. Алло. Региночка, приветствую, моя дорогая, это Влад. Привет. Регина, мне помощь твоя требуется. Я сейчас тебе отправлю точный адрес места и на всякий случай геолокацию, ну так, для уверенности. Мне нужно полный расклад, кто сейчас собственник этой земли, что там разрешено строить, что не разрешено, ну, короче, весь пакет по возможности. Ну, поняла, ну, давай присылай, я чем смогу, помогу посмотреть. Хорошо, спасибо. Ладно, едем. Да, Регина, привет. Ну, привет, Слава, смотри, такая информация. Собственникой это земли один город, и строить там ничего нельзя. Ага, понял тебя, спасибо. Да, пожалуйста, давай. Вот так вот. Значит, это контейнер, легко передвигаемая какая-то конструкция. Таскает его с места на место под каждого конкретного клиента. Вот и весь нехитрый фокус. А что такое место-то странное для встречи? Ну, здесь потому что должен был стоять машиномонтаж, а его нету. Нашел в сети контору, аукцион называется. Надо было 700 тысяч за этот их аукцион и 50 тысяч агентству. Все, в итоге я, нету ничего. Ни документов, ни денег, ни контейнеров. Я сейчас тебе отправлю точный адрес места. Мне нужно полный расстав. Собственникой это земли один город, и строить там ничего нельзя. Короче, мы приехали в офисный центр, где арендовал свое помещение вот это риэлторское агентство. Хочется поговорить с директором центра. Возможно, у него есть какая-то информация для нас. Подождите, подождите. А у вас разрешение есть на видеосъемку? Здравствуйте. Разрешение у нас на все есть, а вот согласования нет. Если есть разрешение, покажите. Если нет, выключите камеру. Послушайте, давайте согласуемся на месте. Дело в том, что вот в вашем офисе кинули на большую сумму человек. А, аукцион, да? Вы в курсе. А тут уже человек пять приходило. Вот, тоже бегали, выяснили. Я могу с директором пообщаться? Ну, директор. А, Геннадий Александрович, эта охрана беспокоит. Извините, да. Тут несколько человек пришло еще с камерой. Вот, по поводу аукциона хотят спросить. Влад Чижов. Телеканал Че. Программа решала. Это Влад Чижов. Ага. Ну, проходите, он вас там ждет. Офис номер 27. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Влад Чижов, а вы? Проходите, Геннадий. Геннадий, раз знакомство. Знаете, да, по какому поводу я пришел? Ну, догадываюсь, догадываюсь. По поводу этого агентства вашего риэлторского, которое у вас арендует или арендовало, как они у вас так нарисовались-то? Слушайте, ну, за пару месяцев оплатили, ничего о них не знаю, и все, и съехали. А почему же вы не проверили контору? Через агентство оформлялись. Обычно таких не проверяем. Геннадий, есть какие-то документы на них? Договор, может быть, аренды? Договор есть. Договор, да. Смотрел, сейчас. Договор аренды есть. Вы позвольте, я перефотографирую реквизиты там, что оформлял. Самому эта ситуация неприятна, ужасна. Поэтому, дабы чем-то быть полезным, смотрите. До вас приходили пять человек. Ситуация похожая. Возможно, будет полезно. Да, с ними нужно пообщаться. Главное, Геннадий, я к вам без претензий. Так, то, что информацию снабдили, это, конечно, большое вам спасибо. Рад знакомствовал. Все, два. для того чтобы поймать этих уродов вероятнее всего придется пройти путь этого Артема то бишь шертите объявление в интернете смотреть тех кто продает шиномонтаж контейнерного типа при этом гарантий никаких нет они могут изменить само объявление они могут контейнер перекрасить в конце концов они могут просто перекрыться и лечь на дно но мне подсказывает чутье что никуда они не перекроются что алчность и жадность возьмет верх и они будут долбить эту схему пока она работает на лоха поэтому объявление смотреть мы будем и через них мы выйдем на этих уродов я обзвонил всех пострадавших по списку который предоставил геннадий это директор офисного центра и что я выяснил все пострадавшие попали под схему по которой сработали артема чтобы поймать этих мошенников нужно включить голову просто так этого не сделать дело в том что с офиса то они уже съехали значит чувствуют себя в более-менее безопасности значит искать их нужно здесь в интернете я обработал огромное количество сообщений объявлений похожих на нашу схему и выбрал из них три никакой нет гарантии что они перекрасили этот контейнер или изменили схему нет никакой гарантии что они вообще просто перекрылись и мы их не найдем однако три объявления я выбрал и мы их отработаем к сожалению сам по понятным причинам я этого сделать не могу поэтому попросил своего помощника михаила чтобы он проинспектировал эти контейнеры миха выйди на связь не же давай-ка подойдя слушай вот эти вот за забором давай-ка ты лет шиномонтаж проверишь там по нашей схеме хорошо барсик только возьми заряжен заряжен уже да все а мы посмотрим это все на мониторе там да спасибо старшотик сделать правило артем ну так познает не опознает оборудование работает все работает я смотрю вас там процесс идет во все миша поинтересуйся у него можно этот весь всю эту конструкцию перевести куда-нибудь передвинуть вообще реального а чё так миш съезжай с темы не наше это ладно дайте тогда подумаю вечерком уж наберу вам хорошо конечно ждем вашего все спасибо большое все счастливого хорошего дня да все понятно что смс-к от артема это не он ладно что поехали м м м Субтитры подогнал «Симон» А вот еще одна шиномонтажка. Миха, выйди на связь. На связь вас. Миха, слева через дорогу шиномонтажку видишь? Ну, похоже, тебя уже на ней ждут. Давай, хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Добрый день. Михаил. Продавайте. Так, а вот и видео. Проходите, смотрите, спрашивайте, что интересно. Давайте вам расскажу более подробно. С корпуса можем начать. Все замечательно, все утеплено. Ставят хорошие панели дорогие внутри. То есть, как бы, энергосбережение очень... С утеплителем. Да. Чтобы, в общем, не тратилась энергия. Зайдите, посмотрите. Да, там. Да, все, вроде, остается. Оборудование новое. Вот Александр покупал его. Все рабочее. Можно даже посмотреть. Все функционирует, все крутится, работает. Миха, спроси-ка его про документы. Документы есть у вас. Можно, да? Я достану? Казалось-то, конечно. Спасибо. Открывается, смотрите. Все по закону. Земля в собственности у вас, да? Да. Все оформлено. Видишь, он кому-то маякнул в телефоне. Вообще, реальная стоимость вот такой штаммонтажки с этой землей около полутора, а может быть, даже чуть-чуть больше миллиона рублей. Но дело в том, что само будет, сам штаммонтаж с землей будет продаваться на закрытом аукционе. И у нас есть возможность выхода на этот аукцион. Акцион? А когда он? После завтра. Уже после завтра? На этом аукционе вполне реально купить вот этот штаммонтаж за 800 тысяч рублей. Можно? Да, я уберу. Ну, все та же история. Аукцион, риэлтор. Походу, схема та же, только ценник другой. Видимо, рынок, цены растут. Второй бизнес развиваться хотел, там, по покраске машин. А получилось, что прогорел, и теперь банк кредитов набрал. Банк требует. Эти ростовщики... О, клиент уже, смотрите. А вот. Проходил, сказал, что, видите. Опа, а вот и подельничек прикатил на спущенных колесах. Ну, это мне-то понятно, что это все постанова. Для того, чтобы у АХ сложилось ощущение, что это хлебное место, и в клиентах отбоя просто. А на самом деле все чистой воды постановка. Да, в месяц стабильно 120-130 штук. Я бы никогда не продал, если бы эти банкиры в угол не загнали собаки. Ну, у меня контакты ваши есть, я сейчас подумаю тогда. Да, да, набирайте, звоните, будем рады. Ладно, спасибо большое. Купите, купите, не пожалеете. Хорошо, спасибо. Приходите, звоните. Я хотел вам еще вот такой небольшой сюрприз подарить, презентик. Это ручечка. А вот и ручка с логотипом. Ну, короче, все складывается. Осталось только, чтобы их Артем опознал. Артем, это Влад Чижов. Я тебе только что отправил скриншот. Да, да, я видел, Влад, это они. Они точно, я тебе говорю, они. Да не нервничай все ровно, я за ними наблюдаю. А контейнер-то узнаешь? И контейнер тот. Только они вывеску сменили. Ну, тот, тот точно, я тебе говорю. Ну, все, я понял. Не дергайся, все ровно, я работаю. Хорошо. Пока не уезжаем, надо еще один звоночек сделать. Нужно получить расклад на это место. Алло. Регина, привет, дорогая моя. Это Влад. Привет. Да, слушай, мне помощь опять твоя нужна. Я сейчас только что в СМС тебе отправил адрес. И так, на всякий случай, для подтверждения геолокацию. Можешь ли ты мне дать полный расклад, кто собственник этого места? И что здесь, в принципе, по документам находится? И если есть такая возможность, можешь ли ты мне снять копии с этих документов? Ну, будет непросто. Ну, конечно, я постараюсь для тебя. Найдешь для меня время, если я к тебе через часок приеду? Ладно. Все, тогда я двинул в твою сторону. Надеюсь, к моему приезду уже все получится. Ребята, выйдите на связь кто-нибудь? На связи. Установите наблюдение за этой халупой, только на чистой машине, не запаленной. Делается. А то, мало ли, дернут куда-то ночью. Ищи их потом с вещей. Все, теперь поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вы мне, пожалуйста, девочку не палите. Так что снимайте только из машины. Алло, Регина, я подъехал. А ты уже здесь? Все, иду тебе навстречу. Приветик. Привет. Ну что, получилось, что там? Смотри, я все пробила. Эта земля принадлежит городу. Там ничего не находится и находиться не может. Там, в принципе, строительство запрещено. Понятно. Так что все бумаги здесь. Здесь все купят, да? Да. Иди. Спасибо тебе большое. Ты мне вообще выручаешь. Давай. Вот чужой. Я жду, когда ты меня замуж позовешь. Хорошо. Шучу, не пугайся. Счастливо. Вот это поворот. Так, ну что? Эти документы уже хороший веский повод, чтобы разговаривать с этими прохиндеями на повышенных тонах. Потому что все, что они говорят, это все ля-ля, не подтвержденное никакими бумагами. А у нас они есть. Ну вот как-то так. Поехали. Так, ну похоже, здесь никого нет. Никаких лишних глаз. Поэтому то, что я задумал, останется, скорее всего, незамеченным. А задумал я вот что. Михаил еще разок позвонил мошенникам для того, чтобы якобы еще разок взглянуть на шиномонтаж. Мошенники уцепились за колеблющегося клиента. И, конечно же, назначили ему встречу. К этой встрече я серьезно подготовился. Для того, чтобы мошенников сбить с накатанного сценария, я разыграю свою постановку. А вот и моя загаданная козырная карта. Здравствуйте, Влад. Здорово, Коля. Как дела? Да ничего, хорошо. Слушай, спасибо, что помогаешь. Мне тут кое-что сделать нужно. Вот эту вот бендешку видишь на монтаж? Да. Короче, надо сделать следующую историю. Поднять, перевернуть. Ну, знаешь как, избушку. Ну, ну, ну. Только в нашем случае ко мне задом, а к лесу передом. Проблем нет. Наверное, кто-то в долгах. Ну, не совсем в долгах, но кого-то пошевелить надо. Это ты прав. Давай. Спасибо. Юрик, походи. Все как в фильме «Берегись автомобиля», только машину не крадем. Так, короче. Давай под лапники ставим, поднимайся туда наверх. Сам справишься. Хулигандинг надо быстро и без свидетелей. Очень осторожненько натягиваем. Молодцы, как шустро работают. Видишь, каких я грамотных подельников себе подбираю. Короче, если вы влипли в какой-то развод, чтобы из него вовремя и грамотно соскочить, сломайте разводящим накатанную схему. Как только они почувствуют, что развивается все не по их сценарию, матерые мошенники всегда сливаются. А те, которые туговато на голову, пытаются схему доиграть и прокалываются. На этом мы и сыграем. Ну как? Все, Голян, спасибо. Слушай, аккуративно, быстро. Ты что-нибудь видел? Я тоже ничего не видел. Как было, так и есть. Все, давай. Спасибо. Спасибо. Так, осталось вызвать Артема. Да. Артем, это Влад. Что сегодня вечером делаешь? Не хочешь на спектакль один сходить? Короче, я нашел этих прохинзеев, которые тебе жизнь подпортили. Могу тебе сегодня устроить встречу. Соответственно, чуть попозже тебе пришлю метку геолокации, куда нужно приехать и во сколько. Готов с ними встречаться? Да, давно готов. Супер. Спасибо тебе, Влад, огромное. Пока не за что. Давай, чуть попозже тебе пришлю смс. Давай. Ребят, поставьте, пожалуйста, на ларек камеры. Уж очень хочется посмотреть на эти рожи, когда они увидят, что схемку-то мы их сломали. Придется пройти путь этого Артема. Поэтому объявления смотреть мы будем, и через них мы выйдем на этих уродов. Перейдемте вообще реально его? Забетонировано. Никак его не сдвинете. Не наше это. Дело в том, что само будет, Саншелу Наташу землей будет продаваться в закрытом аукционе. Ну, короче, все складывается. Там, в принципе, строительство запрещено. Для того, чтобы мошенников сбить с накатанного сценария, я разыграю свою постановку. Все как в фильме «Берегите автомобили», только машину не крадем. Схемку-то мы их сломали. А вот и наши прохиндеи подтянулись. Я не понял. Это что такое? Узнаешь персонажей-то? Я не пойму. Да, походу, да. Я этих уродов на всю жизнь запомню. Алло, Сань, Сань, привет. Я не пойму. Ты приезжал с манипулятором? Что-то делал с нашим гаражом? А я вот прям за это, за такой билет, так больших денег бы отдал. Посмотреть на эти ружи тупые. А я бы морду набил бы. Миха, твой выход. Они подъехали. Клиент. Давай разруливать как-то. Здорово. Вы что замуровали-то окнами, двери? А у нас просто мы, в общем, решили немножко вам сделать такой, как акция. В общем, решили, что вам будет так удобней. Ой, что говорят, караул. Свежим воздухом уже, не дышать трассой. Да вы не это. Удобно. Так удобно будет. Ладно, ну поехали, я тебя прошу, а? Поехали. Поехали. Это что такое? Сюда иди. Миша, лови второго. Второго лови. Артём, Артём, ну ты что, с ума сошёл, что ли? Ты что, местами что с ним поменяться хочешь? Ну-ка давай, вставай, иди сюда. Иди, иди сюда. Кто такие вообще, ребят? Кто мы такие? Что такое? Так, ну что делаем? Что продаём? Ничего не продаём. Как мы ничего не продаём? Ну-ка, давай документы сюда. Воздухом подышать. Воздухом подышать? Что продаём? Ничего не продаём. Отдаём. Ну-ка. Шиномонтаж, шиномонтаж продаём. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, что на монтаж ты продаёшь. Земля кому принадлежит? Ну, аукцион. Да ты что, правда? Да. То есть ты прям, Артём, спокойно. То есть ты утверждаешь, что Земля принадлежит аукциону, да? Да. Да. Уверен? Да. Ты понимаешь, что ты серьёзную фирму подставляешь? Ты прикрываешься её именем и совершаешь мошенничество? Да. Вот по этим документам. Я же у тебя их взял, правда, да? С твоих рук. А вот, кстати, копия с подлинников снятая. Земля эта городская. Так что ты фуфел разводить. Чё ты чешешься? Всё, ребята, приехали. Так что все ваши фейсы срисовали, номера машин срисовали. Давай, может, как-нибудь порешаем. Договориться-то всегда можно. Ладно, давай, порешай. Ну, давай начнём с тобой диалог. Чё ты хочешь предложить? Давай, я выслушаю. Ну, значит, так. 750 рубасов, да? Ну, всей суммы сейчас нету, есть 600. Разговор мы начнём с того, что ты вернёшь всё, что есть, 600. Возвращай, давай деньги. Наличные у тебя? Нет, карта. Давай доставай, чё стоишь. Есть ещё 550 рубасов? Есть, есть, есть. Говори, номер банки. Сейчас. Так, смотри. 600. Проверяй. Ага, капнуло. Ну, а чё с остальными-то делать будем? Ну, давай я расписку тебе. Ты чё, смеёшься, чё? Мы стоим посреди леса. Ты мне расписку будешь предлагать? Чё, с ума сошёл? Ты не понял, с кем ты разговариваешь? Документы какие на контейнер есть? Ну, короче, есть. Давай, давай. Вот, вся законная бумажка. Паспорт накладная. Да. Короче так, контейнер я у тебя забираю вместе с оборудованием. Это ж не всё, ребята. За вами несколько потерпевших, которых вы обобрали. Вообще, слушайте меня внимательно. Первое. Вы нарисованы. Смотаетесь. Я этим потерпевшим дам материал, дам видео. Я думаю, дня за три вас найдут, из-под любой коряги достанут. Срок вам два дня. Я всех их обзвоню и узнаю. Денег не вернёте, будете спасать свои шкуры. Вот такая вот история. А теперь всё свободно. Да, я тебя услышал. Давай, поехали. Ну вот, как я тебе обещал, тебе компот. Значит, контейнер оставь себе. Там есть оборудование. Начни бизнес. Деньги у тебя есть на раскрутку. По объявлениям. Найди, где возможность арендовать. Официально. Бумаги проверяй, Артём. Спасибо. Я тебе ещё одно сладкое блюдо приготовил. Коля, подъезжай. Это мой товарищ Коля. Чтоб тебе в квартиру не тащить этот контейнер. Он постоит, пока ты там землю не найдёшь. Супер. Постоит у него на предприятии. Ну и всё. За то время, пока занимаешься документами, контейнер у него побудет до охраны. Супер. Отлично. Влад, спасибо огромное. Спасибо вам всем огромное. Вся ваша компания. Будь осторожен. Не попадай в такие истории городские. Ну что, ребят, поехали. Всё. Теперь только горячий чай и спать. Какой из этого можно сделать вывод? Ну вот вы живёте в современном обществе. Думаете, что всё вокруг вас, компьютеры, приложения, что мошенники улетучились в четвёртое измерение, что ли? Это не так. Они живут с нами. Каждый день я получаю десятки писем о том, что кому-то продали франшизу, которая не работает. Кто-то купил по дешёвке запчасти. Кто-то купил какой-то конфискат за 30% стоимости. И в итоге всех кинули. Всех кинули. Вы что думаете, какой-нибудь коммерсант отдаст товар дешевле денег? Отдаст товар, на котором он сам может заработать? Вы сами-то верите в это? Но почему-то вы себя в этом убеждаете и такие сделки совершаете. Я же говорил, учитесь говорить «нет» мошенникам. Вот как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!